Масштабная работа по выявлению теневых предпринимателей в Сочи началась 1 января. За год члены межведомственной комиссии проверили более полутора тысяч коммерческих организаций. Нарушения в каждой второй. В этот же зал сочинской администрации на разговор с мэром было приглашено 800 бизнесменов. По данным Краевой госинспекции по труду, штрафов на таких коммерсантов наложено на сумму более 10 миллионов рублей. Прирост поступлений в городской бюджет увеличился. Результат работы налоговиков, трудинспекторов и сотрудников районных администраций уже в городской казне. Это плюс, отмечает глава города. Но минус в том, что заплатить налоги этих предпринимателей вынудили. Но в любом случае, подчеркивает Анатолий Пахомов, работа продолжится и в новом году. Неформальная занятость – это не только потеря соцгарантии и заслуженной пенсии, но и вопрос безопасности всех граждан. Требование антитеррористической комиссии курорта – предоставлять информацию о каждом работнике в полицию. Эта инициатива уже принесла свои плоды. Они дали в полицию 21 тысячу информации о тех людях, которые, по их мнению, могли быть подозрительными. Представляете, да? 21 тысячу. Из них 800, будем говорить, 800 с хвостиком, человек оказались те, кто не в ладах законом. Либо они в розыске находились, либо они нарушили миграционное законодательство. Предприниматели, которые нанимают работников без оформления трудовых договоров, за эту неделю выявлены во всех районах города. Пока утешительные данные лишь в Лазаревском. Из 22 проверенных объектов – нарушителей трое. В Адлере – десятки нарушителей в сфере мелкорозничной торговли. А более крупные бизнесмены, укрываясь от налогов, заявляют в документах смешные на сегодняшний день зарплаты – 3500 рублей. Мы вынуждены и дальше продолжать эту работу. И вы поймите, что все равно мы дойдем до каждого. Все равно детальный, тотальный даже контроль будет осуществляться за любым видом деятельности. И тех, кто не будет официальным образом оформлять людей на работу, мы все равно найдем, накажем, оштрафуем. А штрафы большие, потому что если это юридическое лицо, то за каждого не оформлено – это 130 тысяч рублей. Если это индивидуальный предприниматель – 10 тысяч рублей. То есть это бьет и по карману, но самое главное – оно должно быть сюда. Вы должны точно сделать выводы и никогда больше не делать так, как вы делаете. А сейчас прийти, подписать протокол и заплатить штраф. Согласны? Для большинства предпринимателей разговор с мэром оказался откровением. Многие и не подозревали о последствиях своей халатности. Все ошибки учтены, все мы исправим. И больше такого повторяться не будет. Теперь понимаю всю ответственность, которую мы несем перед законом. Перед людьми, конечно, в первую очередь. Борьба с неформальной занятостью в первую очередь принесет пользу горожанам. Налоги от предпринимателей, заявил глава Сочи, будут потрачены на строительство спортивных площадок в каждом сочинском селе. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.